Прежде чем собрать инвесторов и экономистов за одним столом, мэр района провёл переговоры с представителями Министерства экономического развития страны, вышел на генеральных руководителей крупных банков и агентства инвестиций, которые намерены привлекать финансовые потоки на территорию. Если у предпринимателя разработана бизнес-идея, он может обратиться со своим проектом в Управление экономики и финансов администрации ОМО. На сегодняшний день, помимо новых возможностей, которые обсудили за столом переговоров, успешно работает несколько целевых программ по поддержке бизнес-сферы. Создан реестр инвестиционных проектов «Зелёный свет», которым даёт администрация ОМО. На 15 июня у нас было 32 таких, ну более-менее готовых уже инвес-проекта. Поддержка требуется в этих инвес-проектах различная. Это имущественные, финансовые, просто объединение на площадке, сбыт, допустим, найти для какого-то предпринимателя. То есть вот такие различные формы. На этой неделе московские гости из агентства инвестиций вместе с представителями Министерства экономики и развития Российской Федерации познакомились с проектом «Ангарский технопарк». Посетили научно-производственные предприятия ОКБА. Провели круглые столы в Ангарске и в Иркутске. Многие проекты уже заинтересовали московских гостей своей инвестиционной привлекательностью. На вашей территории будет первичная проработка, а дальше мы уже углубляемся в сам проект, просчитываем его, делаем финансовую модель, делаем маркетинг. То есть он, конечно же, вам на территории понятен, но нам, как представитель инвесторов, прежде всего нужно понимать, какой подтвержденный рынок сбыта. То есть это немаловажно, поскольку, действительно, решая ваши стратегические задачи, нужно понимать, насколько они важны общегосударственному масштабу. Треть бюджета района формируют именно ангарские предприниматели. Поэтому администрация заинтересована в поддержке малого и среднего бизнеса и создании условий для его успешного развития. Механизмы реализации и инструментарии, которые необходимы для того, чтобы эти программы реализовать, как раз представитель агентства инвестиций Савеля приехала, очень опытный специалист в этом направлении. И, конечно же, она не волшебник, так же, как не волшебники и представители Минэкономразвития. Это проводники, которые помогают нам напрямую выйти и на федеральный уровень, и на уровень региональный. Сегодня Ангарск – это стартовая площадка для реализации инвестпроектов. Стоит отметить, что некоторые из них получили перспективу выхода на международный уровень. Как отметил Владимир Жоков, положительным опытом наши предприниматели намерены делиться и с другими территориями. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.